Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем четвертую главу. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Самария — это была область, населенная самарянами. Самаряне были люди смешанного происхождения. А в свое время, несколько столетий назад, завоеватели, вавилоняне, депортировали всю элиту всех грамотных людей, всех учителей закона, всех умелых ремесленников из Иерусалима в Вавилон и заселили на их место людей других племен, которые исповедовали другие религии. Но остался также и так называемый народ земли, то есть те иудеи, которые были людьми бедными, не учеными, и на которых просто не обратили внимания. И вот, смешавшись, они образовали новое население — самаряне. И самаряне исповедовали веру в Бога Израилева, однако они отклонялись от обычного традиционного иудаизма, и иудеи на них смотрели достаточно косо, как на инородцев, как на полукрова, как на еретиков, и отношения между ними были плохими, как отношения между двумя группами людей, которые претендуют на одно и то же наследие. Те и другие поклонялись Богу Аврааму, Исаака и Иакова, но самаряне воспринимались как самозванцы, как еретики, как люди, которые не принадлежат к Божьему народу. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Господь садится около колодца Иаковлева. Иаковлева — это знаменитый источник воды, который упоминается в Ветхом Завете. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Это одна из тех деталей в Евангелии, которая подчеркивает человеческую природу Спасителя. То есть он действительно уставал. И он утрудился от пути. Он устал, он сел у колодезя. Было около шестого часа. В античном мире дни отсчитывались не так, как сейчас. У нас шестой час — это раннее утро. А там как раз от шестого часа начинали отсчитываться дни. То есть как человек просыпался, вот утро, и это считался первый час и так далее. Шестой час — это где-то по нашему исчислению около 12 часов дня. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Это необычно, потому что обычно, естественно, любая хозяйка, там, где необходимо воду носить, сейчас мы, конечно, этого не знаем, уже у нас водопровод, но там, где воду необходимо носить, ее необходимо носить с утра. Естественно, нужно набрать воды, нужно готовить пищу. Все нужды, они должны быть в воде, они должны быть удовлетворены с утра. Но почему-то эта женщина приходит в 12 часов. И Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Это ситуация, которую мы уже упомянули, и эта ситуация очень хорошо известная нам всем в этом падшем мире. Это ситуация такой вот национальной, этнической вражды, когда две группы людей, может быть, даже группа людей, которые в каком-то отношении родственные, которые поклоняются одному Богу, они не любят друг друга, они конфликтуют, они по меньшей мере не сообщаются. Даже когда они дерутся активно, они по меньшей мере не общаются, не протягивают друг другу руки. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Мы видим, что Господь протягивает руку через это разделение. Она его как бы отталкивает, она говорит, но ты же иудеев, вообще о чем мы с тобой говорим? Иудеи с самарянами не сообщаются, мы не разговариваем между собой. Но Иисус не реагирует неприязненно на это проявление неприязни, напротив. Напротив он протягивает руку, он говорит ей, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И что-то в обращении Господа, что-то в его словах смягчает враждебность этой женщины, и она уже говорит с ним нормально, так дружелюбно по существу. Он говорит, тебе нечем подчеркнуть даже. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец? Сам из него пил, и дети его, и скот его. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделает своим источником воды, текущей в жизнь вечную. Это загадочные слова Господа. Они очень важны, они очень глубокие, и, вероятно, сама женщина их не понимает до конца. Но в истории церкви они были основанием для очень глубоких толкований. И, конечно же, речь здесь идет прежде всего о Святом Духе, который в Библии сравнивается неоднократно с водой, как пророк Исаия говорит, жаждущие, идите все к водам. Потому что воды, особенно в засушливом климате, это синоним жизни. Вот если есть вода, то все растет, цветет и подоносит. Если воды нет, то там пустыня. Это как бывает в некоторых засушливых местах. Там, кто ездил в Средней Азии, там можно видеть очень резкую разницу, где есть орошение. Там, поскольку солнца очень много, там все растет и подоносит просто бурно. Там растительность чрезвычайно бурная, чрезвычайно все это интенсивно подоносит. Там, где нет орошения, буквально недалеко, там отойти несколько шагов, буквально там пустыня, там высохшая абсолютная земля, и там ничего не растет. И для людей в Библии вода была важным образом Святого Духа, который, когда он не сходит на людей, он приносит с собой богословение, он приносит с собой полноту жизни. И когда его нет, люди засыхают, люди умирают. Жизнь приходит в упадок. И Господь говорит, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. То есть это обычная вода, которая просто в колодце. И эта вода утоляет жажду человека только на какое-то время. Человек неизбежно вас жаждет опять. И многие толкователи говорили о том, что это образ тех радостей, тех удовольствий, тех благ этого мира, которые мы здесь можем получить. Что человек не может стать счастливым, получая просто благо этого мира. Человек может мечтать себе что-то купить, получить какую-то вещь или получить какой-то социальный статус или чего-то добиться в этой жизни. Но когда он все это получает в итоге, он переживает какой-то короткий период радости, какой-то короткий период счастья. Он чувствует себя счастливым какое-то время. Я помню, как один человек в своих воспоминаниях, он рассказывал, как еще в советские годы, он очень хотел себе купить джинсы. Это был большой очень дефицит. И их можно было купить только с рук и за большие деньги. Он месяц где-то работал, тяжело. И он, наконец, купил себе эти долгожданные джинсы. Он думал, что в джинсах он будет абсолютно горд и счастлив, что все ходят в каких-то брючках, а он будет там в джинсах рассекать. И он какое-то время действительно был счастлив, может быть, несколько дней. Но потом у него это счастье ушло. Джинсы есть, а счастья нет. Счастья нет. И, конечно, сейчас у людей другие, могут быть, более высокие стандарты счастья. Человек может хотеть купить себе машину или загородный дом или что-то еще такое дорогое и важное. Но это не делает человека счастливым. Вернее, это делает, может быть, человека счастливым на короткое очень время. Когда человек там хочет купить себе какой-нибудь новый электронный гаджет, который он мечтает, он смотрит там в рекламе, он залезает в кредит, он его покупает, и он пару дней счастлив. Но не больше. Он возжаждет опять. Человек, который получает радости этого мира, он неизбежно возжаждет опять, потому что и не в состоянии его насытить. Потому что человеческая душа должна быть напоена не этими временными благами, а благами вечными, благами, которые дает Господь. И подлинное счастье в этом мире, подлинное вечное счастье, которое не пройдет, которое не кончится разочарованием, а дает только Бог, дает Святой Дух. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Ну, она не очень поняла, о чем речь вообще идет. Она думает, это какая-то такая удивительная вода, которая избавляет от жажды физической. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Это очень болезненный момент для нее, просто очень болезненный. И тут раскрывается эта тайна, а почему же она, собственно, пришла в полдень, а не с утра, как все приличные люди. Потому что с утра как раз все приличные люди приходят за водой, все приличные домохозяйки. И это место, где общаются, где обмениваются сплетнями, и она не может прийти, потому что у нее очень плохая репутация в этой деревне. И она говорит об этом Иисусу. У меня нет мужа. И она ему это открывает. Это самый болезненный момент в ее жизни, и она ему это открывает. Потому что мы не видим его глаз, мы не слышим его интонации, но в этом есть что-то такое, что располагает ее довериться, располагает ее открыть свое сердце. И Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. И мы видим, как Господь говорит что-то такое, что она наверняка слышала. Наверняка на нее показывали пальцем и говорили, ха-ха-ха, пять мужей, да и сейчас живет там непонятно с кем. Наверняка ее этим пинали, ее этим попрекали, что вот у нее такая неустроенная личная жизнь, что у нее там было пять мужей, и что она и сейчас непонятно кто у нее. У нее нет нормального брака, с кем-то она живет, кто не считает ее за свою жену. И это является предметом в том обществе особенно, в том обществе особенно, это является предметом страшного позора, страшного общественного отвержения. Вот это такая бедная гулящая женщина, на которую все показывают пальцем, и которую ненавидят, потому что почтенные замужние женщины рассматривают гулящую женщину как угрозу, как соблазн для своих мужей. И она это слышала много раз. И теперь ей это говорит Иисус, и она реагирует на это неожиданно. Она говорит, вижу, что ты пророк. Это удивительно, потому что, когда человеку указывают на его грехи, на то неустройство, беспорядок, который есть в его жизни, человек обычно начинает яростно защищаться. Человек начинает ругаться, человек начинает как-то какие-то ответные претензии выдвигать. Это естественное поведение человека, которого обличают в грехе. Но женщина не ведет себя так, она говорит, вижу, что ты пророк. Почему? Иисус ведь тоже обличает ее в грехе. Он тоже говорит ей эти неприятные вещи, но он говорит как-то так, что она ему верит, что она слышит в его словах любовь. Это очень трудно. Нам очень легко обличать грешников. Это большое, знаете, когда зайдешь в социальные сети, там все обличают грешников. Прямо это круглосуточно. И нам это очень легко. И грешники почему-то от наших обличений не говорят. Ну, подлинно вы пророки. Они почему-то вникаются от наших обличений. Они почему-то обижаются. Они почему-то приходят в раздражение. Они почему-то начинают выдвигать встречные претензии. Наверное, потому что мы говорим это как-то не так, как сказал Господь Иисус. Мы говорим это без любви. И нам нужно учиться этому у Господа. И она говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. И вдруг у этой женщины с неустроенной личной жизнью, у нее открываются духовные интересы. Ее интересует, а где правильно поклоняться Богу? А кто прав? Иудеи или самаряне? А как надо Богу-то служить? И ее было бы легко в этой ситуации как-то отдернуть, что ну, кто-то такая вообще, чтобы рассуждать о правильном почитании Бога. Ну, ты на себя посмотри. Ты что, такая богочестивая женщина, чтобы об этом говорить? Нет. Но она, у нее оказывается этот духовный интерес. У нее оказывается это желание выяснить, как надо поклоняться Богу. И Иисус ей на это отвечает. Он находит ее достойной того, чтобы вести с ней этот богословский диалог. Потому что Иисус видит в ней не только вот эту женщину, которая запуталась в своей личной жизни. Он видит в ней бессмертную душу. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Господь предвещает то, что вы будете поклоняться ни здесь, ни там. Он предвещает то, что Он является тем храмом Божиим, с которым будет связано поклонение Богу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. На вопрос, а кто, собственно, прав, Господь Иисус отвечает. Ну, иудеи, вообще говоря, правы. Иудеи, потому что, да, правильно поклоняться в храме. Но это не самый важный вопрос сейчас уже. Он не говорит, да неважно, там, давайте пренебрежем нашими различиями. Нет, действительно, самаряне еретики. Действительно, Господь говорит, что спасение от иудеев. Но Он не заостряет внимание на этом. Он говорит о другом. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». То есть, люди будут поклоняться Отцу в духе и истине. Что значит в духе и истине? Речь идет о Святом Духе, который не спасывает Иисус. И в истине, то есть, истинно это есть сам Иисус Христос. Немножко далее говорит «Я есть путь и истинная жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вы будете поклоняться Отцу в Иисусе Христе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей «Это Я, который говорю с тобой». И самаряне и иудеи верили в приход Мессии. И когда Иисус говорил с иудеями, Он избегал такого исповедания. Он не говорил иудеям до последнего практически, а что «Я Мессия». Мы читаем у Марка, например, что Господь говорит, исповедует Себя Мессией открыто, публично, в тот момент, когда Его уже обвиняют. У Него спрашивает первосвященник «Ты ли Христос Сын Богословенного?» И он дает утвердительный ответ «Ты сказал». Раньше Он открывается еще ученикам в Кесарии Филипповой. Но Господь избегает иудеям открывать, что Он Мессия, а самарянке Он открывается легко и сразу. Он говорит «Да, Я Мессия». Это связано с тем, что у самаряна и иудеев были разные представления несколько о Мессии. И самарянка считает, что Мессия должен открыть нам все. То есть он должен открыть нам истину относительно правильного богопочитания. Иудеи видели в Мессии скорее политического вождя, который выгонит римских захватчиков и который установит царство Израилю. Поэтому, хотя Господь, несомненно, был Мессией, Он избегал называться Мессией с иудеями, потому что у них были представления другие о Мессии. Он Мессия, но не тот, которого они ждут. «В это время пришли ученики Его и удивили, что Он разговаривал с женщиной. Однако ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. Приходят ученики, и они удивились, что Он разговаривал с женщиной, поскольку по обычаям того времени это неприлично. Так не принято разговаривать с незнакомой женщиной, которая тебе не родственница. Это могло шокировать. Это было очень странно. Но ученики не стали об этом спрашивать. Они просто не посмели, побоялись. И здесь мы видим, как Господь перешагивает через требования того времени, через условности времени для того, чтобы спасти эту душу и для того, чтобы через нее указать путь спасения самарянам. Мы видим, как ведет себя удивительно эта женщина. Она оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». Сначала мы видим, как она пробирается к колодцу в полдень, в 12 часов, чтобы не попасться на глаза всем остальным. А теперь мы видим, как она смело, решительно идет и свидетельствует в своем городе. И он сказал мне все, что я сделала. Все плохое, все ее грехи. Но для нее это не становится поводом к большему стыду. Наоборот, она идет и смело это возвещает. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Равви ешь». Он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, разве что кто принес ему есть. И Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». То есть, как человек испытывает потребность в пище, и если человек какое-то время не ест, он испытывает острый голод, он ищет, как бы ему добыть пищу, для него это становится очень важным. Так для Господа Иисуса очень важным, необходимым, как пища, было исполнение воли Божией. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Поспевшие и побелевшие нивы — это люди, которые готовы отозваться покаянием и верой на проповедь Евангелия, как эта самарянка. И эти люди приуготовлены действием божественного промысла и действием божьих пророков, то есть тех людей, которые возвещали Слово Божие до этого. В Библии довольно частый образ Царства Божия и Церкви, как пшеницы, которую собирают в житницу. И боговестие, когда людям возвещается Евангелие, они обращаются к Церкви, сравнивается с жатвой. «И многие самаряне из города того уверовали в Него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. Потому что, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там два дня, и еще большее число уверовали по Его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, но сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос». Мы видим, как свидетельство этой женщины радикально меняет отношение к ее прошлому. Если в начале этого эпизода мы видим, как она раздавлена своим прошлым, как ее прошлые грехи ее буквально пригибают к земле, как она там пробирается, чтобы не попасться никому на глаза в полдень к колодцу. Но теперь она выходит и открыто говорит, да, вот Он открыл мне все, что я сделала. И она делает это, говорит это не с горечью, она говорит это как свидетельство, что Он пророк и что Он спаситель. Она увидела его взгляд, обращенный на нее. И она увидела в этом взгляде ни отвержение, ни осуждение, она увидела эту бесконечную милость Божию. И в свете этой бесконечной милости Божией ее прошлая жизнь осталась в прошлом. Она покрыта этой милостью Божией, и теперь она может сказать, все это может она открыть людям, не стыдясь, не боясь. Как мы читаем у апостола Павла, который говорит, я был хулитель и гонитель и обидчик. Он говорит, да, я был такой, а теперь это не так, теперь я изменился. И она тоже может говорить, да, я вот была такая, но теперь я изменилась. Теперь я живу совершенно другой жизнью. «По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Пророк не имеет чести в своем Отечестве. Речь идет о том, что люди, которые близко знали Иисуса, среди которых Он вырос, они не могли и не хотели поверить, что Он Мессия, что Он Спаситель. Потому что это очень сильно выламывалось из той социальной структуры, где всякий сверчок должен знать свой шесток, и им это казалось неприемлемым, что, как же так, Иисус оказался кем-то настолько великим. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». «Уверовал сам и весь дом его». То есть этот человек поверил в слово, которое сказал Иисус, и поэтому совершил чудо, он был исцелен. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Иногда спрашивают, бывают ли в наши дни такие библейские чудеса, или это вот там осталось на страницах Библии. Бывают. Бывают, и бывают удивительные случаи исцелений, и об этом известно. Другое дело, что они бывают не всегда, и так иногда бывает, что люди молятся, люди просят об исцелении, оно не происходит. И тогда мы должны принять, что не все люди были исцелены и в то время, потому что цель, с которой Господь преподает физическое исцеление, состоит не в том, чтобы продлить нашу земную жизнь, но в том, чтобы мы уверовали и обрели жизнь вечную и блаженную. Эта земная жизнь закончится так или иначе, но цель Господа в том, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную. Мы с вами прочитали четвертую главу Евангелиата Иоанна, мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.рум».